Большинство огнеборцев республики называют его наставником. Своё 96-летие отметил старейший ветеран пожарной охраны Чувашии Михаил Ефремович Попов. Каждый год в день рождения к нему приезжают коллеги и начальник главного управления МЧС. С днём рождения, Михаил Ефремович. Здравствуйте. За плечами огнеборца суровая школа жизни. 19-летним юношу он участвовал в строительстве оборонительных сооружений на реке Сура, возводил блиндажи, а в феврале 1942 года и сам был призван на фронт. В составе стрелкового полка пролетарской дивизии Михаил Ефремович Попов освобождал Минск, Житомир, Коростень. В 1944-м его перевели в танковую бригаду радистом-пулеметчиком. После демобилизации он заступил на службу в пожарную команду при МВД. Десятки раз, вспоминает Михаил Попов, приходилось выезжать на крупные ЧП и спасать из огня пострадавших. Ветеран МЧС стал примером для многих поколений огнеборцев, отмечают его коллеги. Если бы не та жизнерадостность, то 96 лет вы, наверное, в таком состоянии не встречали, да? И нас бы не встречали, может быть. Мы желаем, чтобы ваше здоровье сохранялось в тех хотя бы рамках, которые есть. Спасибо, что не желаете. Мы вас помним всегда, Михаил Ефремович. Его биография, говорят в МЧС, достойна отдельной книги. Близкие сохранили уникальные снимки Михаила Попова, начале 50-х, еще рядового пожарного. Он отдал службе 24 года, выйдя на заслуженный отдых в должности помощника-инструктора. К Оксакалу пожарной охраны коллеги приехали с подарками. Михаилу Ефремовичу вручили памятную медаль генерала армии Алтунина и нагрудный знак «Ветеран МЧС». Обладателей такой награды даже в стране пока единицы. Их воспоминания, потому что они всегда начинают вспоминать прошлую работу, прошлую службу. Наверное, это здорово. Конечно, это пример для нас, пример для молодого поколения. И мы постараемся сделать все, чтобы наши ветераны прожили как можно дольше. Спасибо.